Желающих сдать кровь сегодня было предостаточно. Сначала доноры заполнили анкеты, прошли осмотр врача, выпили сладкий чай, затем отправились на основную процедуру. Жгут не туго? Все хорошо у вас здесь идет? Работаете ладно? Сдаю я третий раз, не знаю информацию в интернете. То есть камеры распространяют информацию нашей медикамской больнице, соответственно, сюда помочь ей по обходу и возможности. Строение хорошее. Сдаю не первый раз, поэтому ничего страшного. Буквально дня два-три назад мы в нашей группе выложили призыв, кто хочет подходить к 730. И вот группа инициативных поисковиков подошла, и мы все вместе пришли на сдачу крови. Пришел сдать, чтобы помочь людям, на сдающихся крови. Сегодня волонтеры не просто сдали кровь, спасли чью-то жизнь. Отсюда плазму и ее компоненты отвезут в больницы четырех районов, в том числе Заинского, Новошишминского и Чистопольского. Чаще всего она пойдет тяжелобольным, которые нуждаются в компонентах крови. Ежедневно 15-20 литров компонентов крови уходит в лечебно-профилактические учреждения по их заявкам. Запасы крови в центре есть, говорят специалисты. Но лишних граммов в этом добром деле не бывает. Тем более, что донорам предоставляется выходной и денежная компенсация. Сегодня на станцию переливания крови пришел 41 человек. Общими усилиями сдали более 20 литров крови. Это очень хорошо, говорят медики, так как за год нужно заготовить около 4 тонн. Поэтому здесь ждут всех желающих. Но прежде чем стать донором, нужно пройти все анализы, чтобы убедиться, что ты абсолютно здоров. Лилия Горов, Ахри Исламов, Новости НТР. Субтитры создавал DimaTorzok